Привет! Меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Многие видели фотографии сидящего в развалочку кота, но не все знают его историю. Его кличка Тамбели, и благодаря знаменитому кадру он был живой достопримечательностью Стамбула. Народ фоткался с ним, если удавалось найти этого вальяжного пушистика. В августе этого года котишке не стало, но в городе его точно не забудут, ведь вчера, в День защиты животных, на том самом бордюре открылся бронзовый памятник Тамбели. В память о том, как важно иногда просто отвлечься от мирской суеты. И какой замечательный был Котофей. Но котики, как известно, бывают и не очень милыми, как, например, Бонифаций, Котан из Москвы, который в ночь на вторник закрыл свою хозяйку на балконе, поорал-поорал и ушел спать. Зря наше поколение ругает за то, что телефон всегда при нас, ведь именно это в результате и спасло девушку, которая была вынуждена вызвать МЧС. Сначала она, конечно, пробовала самостоятельно попасть в квартиру, но ей это не удалось, поэтому она решила все-таки позвонить и попросить о помощи. По ее словам, диспетчер абсолютно спокойно выслушала девушку и отправила к ней спасателей. Получилось все на редкость удачно, живет пострадавшая на втором этаже и окно на кухне у нее было открыто, поэтому один из спасателей попал в квартиру без взлома дверей и открыл балкон. О спасении девушка сразу сообщила в твиттере, а вот вам фото пострадавшей с пушистым рыжим озорняком. Красивый Котан. На внешне на что-нибудь интересненькое скидываю в ненавастной котелок. А вот, кстати, новость с котелка. В 2014 году компания FND Film, состоящая из трех друзей режиссеров, собирала деньги на Инди Кога для того, чтобы снять свой первый общий фильм. Он назывался «Все хорошо», но больше никакой информации о нем не было. При этом компания была успешной и они собрали необходимые 75 тысяч долларов. Но после этого режиссеры словно испарились и пожертвовавшие только иногда видели фотографии вроде как с отдыха этих ребят, где они веселятся в Италии, например. Конечно, это никого не порадовало, а в этом сентябре компания и вовсе вложила ролик, где один из этих парней говорит о том, что денег на съемки не хватило и проект закрыт. Это и вовсе вызвало всплеск злости, но в результате оказалось, что видеообращение было кусочком трейлера. А фильм эти ребята сняли о трех друзьях-режиссерах, которые собрали 75 тысяч долларов на съемку фильма и растратили их на всякую роскошь. А если сам фильм будет таким же бодреньким, как и трейлер, то поздравляю их с оригинальной и необычной задумкой. Ведь сюжет не сколько в странжирстве, сколько в последствиях в виде разъяренных жертвователей. Народ, что скидывали на фильм, такой затравочкой оказались довольны. Выйдет фильм уже в этом октябре, 21-го числа. Молодцы, чё? А в этом августе специалисты из японского университета Акайяма проводили исследование геологического слоя в пустыне Гоби, образовавшегося 70-90 миллионов лет назад, в конце милового периода. И в монгольской части пустыни они обнаружили гигантский след динозавра, 106 сантиметров в длину и 77 сантиметров в ширину. Как объяснили ученые, это не отпечаток, а слепок, который сформировался в отпечатке. Оставил его травоядный зауропод, наверняка тетонозавр, своей левой лапой и в слепке даже можно увидеть следы когтей. Исследования продолжаются и теперь ученые надеются найти скелет динозавра. А вот российские исследователи нашли неизвестную ранее бактерию в подлёдном озере Восток в Антарктиде. Её генетическая структура совпадает с уже известными бактериями на 86%, что с точки зрения генетики делает её уникальной. Кстати, зовут бактерию теперь W12310, а вода озера находится почти под четырьмя километрами льда. Ну и напоследок у меня история, которой у нас давно не было. Глупый вор. На этот раз вор Бременский, и несмотря на то, что его ещё не поймали, он всё равно как-то натупил. Так вот, что там произошло? Преступник взломал офис, но набрал весьма неудачный улов. Во-первых, он взломал кофейный аппарат ради жетонов, которые принимаются только в здании этого офиса. Во-вторых, у волок беспроводной телефон, который тоже за пределами офиса не работает. Одну ценную вещь он угнал – электрическую отвертку, но не взял ни аккумуляторов к ней, ни зарядку. Да ещё и на месте нашёл банку колы и решил её испить. Кстати, и тут оказалось мимо. Она оказалась год как просроченная. Полиция считает, что поймать этого парня будет нетрудно, потому что у него полно никчёмного мусора, он выглядит усталым и у него проблемы с желудком. К тому же он, возможно, является объектом насмешек всех своих знакомых. На этом, пожалуй, всё, но если вам интересно посмотреть на анимационного Диана Джонса, гоу по ссылочке внизу на Неновости.ру. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на мой канал и инстаграм и ставьте лайк. Напоминаю, что это шоу выходит благодаря замечательным людям, которые поддерживают нас на поддержи.неновости.ру. Спасибо вам. Пока. Привет, меня зовут Елена Рассохина и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных и не очень событий последних дней. Знакомы ли вам эти слова? Весна опять пришла... Весна опять пришла... ...